здравствуйте уважаемые друзья и гости моего канала я продолжаю экспериментировать эксперименты наши с водой и так вы наверное все помните видеоролик где мы ходили и забирали образцы воды для того чтобы исследовать их на жесткость а именно на состав солей и определяли это прибором тдс метром но с помощью данного прибора не удастся узнать какие же соли и примеси содержатся в воде все что мы можем посмотреть это общую общие показатели но вы также все попросили измерить воду после заморозки и вот таких решив проблему со своим холодильником я очень рада этому я продолжаю свой эксперимент и так вся вода мною мыл было дополнительно про маркирована я сделала вот такие наклеечки чтобы ничего не стерлось ничего не испарилась и прикрепила к бутылочкам также сегодня есть емкости которые я предварительно ополоснул дистиллированной водой чтобы показатели были максимально приближены достоверным тема замороженной воды она очень актуальна и все мы наверное уже из собственной практики практики жизни знаем что вода после заморозки становится очищенная она очень благоприятно влияет на организм а также поливочную воду с недавнего времени я и стала использовать для своих орхидей тоже чистую использую я либо дистиллированную воду но дистиллированной воды не напасешься на большое количество растений и я стала использовать снеговую воду собирать снег топить его и использовать снеговая вода очень мало содержит себе солей или каких-либо примесей и считается пригодной для полива засолы посадок минимальны и так водичку я уже достала из морозилки и она частично разморозилась как раз все готовы к тому чтобы провести очередной замер и посмотреть будут ли отличаться наши показатели от тех показателей которые мы с вами определили сразу же после того как забирали воду в источниках и так я напомню мы с вами собрали из пяти ключей по городу кольчуги на владимирской области а также взяли из специализированных автоматов торгующих чистой водой и определили что в автоматах действительно вода хорошего качества она проходит очистку также она может проходить дополнительные функции по дезинфекции так вот приступим непосредственно к самому нашему дальнейшему эксперименту и я хочу показать что остается от разморозки вот разморозка у нас получается частичная и вот такая белая льдина осталась в серединке и вода должна браться как раз таки краевая она называется во время заморозки образуется прозрачный слой который и нужно брать белое образование это как раз таки свидетельствует о заморозке всех ненужных примесей которые схватываются вот в этой льдинке льдинки и остаются и нужно успеть как раз таки вот эту чистую воду взять и замерить давайте приступим и первым образцом у нас будет вода собранная с ключика находящегося у стадиона кабельщик вот сразу такая льдышка вылезла интересная так и я сейчас первую пробирочку нашу и сразу же делаем замер этой воды фиксируем показатели и так что покажет тдс метр тдс метр показывает 112 единиц против 139 единиц которые были у меня сохранились записи которые здесь сейчас присутствуют и я заношу туда еще одну запись 112 я сохраню эти записи в последующем они нам еще пригодятся для проведения других опытов замерим следующий образец из ключика белая речка набранным на белой речке так здесь тоже у нас то есть мы сливаем чистую воду в принципе вот эта вода и должна браться как для питья считается наиболее очищенная льдина остается со всеми ненужными примесями так тдс метр и что он нам покажет и он нам покажет 40 одна единица показывает тдс метр против девяносто трех единиц смотрите в половину очищенная вода то есть мы смогли улучшить показателя вдвое дальше смотрим воду от техникума следующий образец и вода от техникума показывает какие-то зашкаливающие цифры 400 четыреста шестьдесят единиц 469 единиц вот такие цифры против 195 195 было в свежезабранной воде а вот здесь вот такие чудеса показывает солимер 476 занесу эти показатели 476 против 195 так посмотрим воду от церкви источник от церкви так тоже здесь такая сразу же высунулась ледышка так посмотрим что нам покажет вода вот церкви и церковная вода показывает нам 162 единицы против 104 единиц которые были изначально и так еще один источник с улицы сосновой ой ну как шикнула даже загазировалась так с улицы сосновой и смотрим с улицы сосновой вода показывает 107 единичек против 147 то есть на 40 единиц улучшился показатель и у нас осталось два образца воды это вода из автоматов посмотрим улучшилась она или же наоборот показатели ее сейчас зашкалят вот такое свойство приобретает вода по определенным причинам мы видим показатели могут как в сторону лучшего варьироваться так и наоборот и так вода из автомата от атп и так вода из автомата от атп показывает 27 единиц против 40 которые мы намерили сразу после забора то есть вода стала как бы еще лучше и последний образец это вода из автомата с улицы московской около магазина по аналогии состав этой воды тоже должен как бы стать лучше так и посмотрим и посмотрим и показатели данного образца тдс метр фиксирует как 50 единиц против 30 которые мы с вами намерили сразу после набора 50 единиц вот таким образом мы исследовали с вами все те же 7 образцов воды которые забирали вместе с вами все и получили вот такие результаты вот как можно видеть где-то вода становится как бы лучше а где-то наоборот показатели ее очень сильно разнятся особенно вот вода из ключика у техникума при наборе она была 195 после заморозки и размораживания стала 476 я боюсь представить какие показатели будут после того как вот эта льдинка растает или же если растопить эту льдинку сколько живот всяких каких-то остаточных веществ может показать тдс метр при исследовании воды из самой льдинки центральной воды вот но сегодня мы удовлетворили очередной интерес и с помощью моих экспериментов вы сможете сделать выводы пишите комментарии буду ждать от вас ваших мыслей что вы думаете по этому поводу о применении замороженной воды от чего могут меняться ее показатели как в сторону уменьшения показателей тдс так и в сторону их превышения но а на этом все надеюсь мой ролик был интересным увлекательным познавательным даже наверное чуть-чуть загадочным в этот раз ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал впереди еще очень много интересного с вами была татьяна до новых встреч